Астанинский подрядчик при реконструкции объекта допустил нарушение, которое теперь будет устранять за свой счет. В семье осудили водителя автокрана, сбившего двух школьниц на пешеходном переходе. Суд номер два вынес приговор, с которым родные погибшей девочки остались несогласны. Семечане получили консультации, как быть в курсе своих пенсионных накоплений. Городской филиал единого пенсионного фонда провел день открытых дверей. Об этих и других событиях более подробно. Каскадный фонтан на набережной Иртыша временно не работает, потому что Астанинской подрядной организации допущен ряд дефектов и недоделок при реконструкции данного объекта. К таким предварительным выводам пришла рабочая комиссия, в состав которой вошли депутаты гор Маслихата, общественники, руководство отдела жилищно-коммунального хозяйства и специалисты эксплуатирующей организации. Напомним, что торжественный запуск каскадного фонтана состоялся в октябре прошлого года. Тогда подрядчик уверял власти, что выполнил весь объем работ. Но сегодня созданная по поручению Акима города Ермака Салимова рабочая группа при первых же осмотрах выявила ряд недостатков. Выяснилось, что резервуары каскадного фонтана имеют плохую гидроизоляцию и протекают. Кроме того, гранитные плиты, которыми облицован объект, обработаны не по технологии и имеют острые грани. А в некоторых местах за облицовочными плитами пустота, которая, по мнению членов комиссии, приведет к дальнейшему разрушению фонтана. В ходе выполнения взятых на себя обязательств подрядчик допустил нарушения и пристроительстве детской площадки. Здесь из-за несоблюдения инженерно-технических норм полностью развалилась опорная стена. Если была подпорная стена, то тоже проблемы здесь не было. Вы знаете, у нас погода, климат портится. В тот раз обильные дожди прошли, естественно, обильные дожди – это все смело. Хорошо, что никого не было здесь. Работы по выявлению недоделок продолжаются. Члены комиссии тщательно изучают объект и документируют все допущенные нарушения. Теперь, согласно гарантийным обязательствам, подрядная организация обязана устранить обнаруженные дефекты за свой собственный счет. В ближайшее время будет предъявлена претензия, чтобы либо мы привлекем независимый экспертиз, произведем вскрытие, чтобы дальше выявить те замечания, которые придется нам в судебном порядке взыскать. Для этого будет эта комиссия ежедневно работать и в процессе работы будем все замечания актировать и, соответственно, предъявлять подрядчику. На данный момент вопрос о том, как при таких недоделках объект был принят в эксплуатацию, остается открытым. Ведь перед тем, как запустить фонтан, представители соответствующих государственных органов должны были убедиться, что все сделано согласно нормам. Ну а пока будут проводиться ремонтные работы, коммунальщики заверяют, что семичане не останутся без фонтана. Его обещают включать периодически по вновь установленному графику. В 2016-2017 годах в Бескарагайском районе не было зарегистрировано ни одного факта коррупционного правонарушения. В 2018 году идеальную репутацию подпортили ряд должностных лиц и бухгалтеры нескольких школ и детского сада района. Решившие обогатиться государственными средствами горе-учителя были привлечены к уголовной ответственности. Чтобы не допустить ошибки коллег, в районном Акимате состоялось заседание по рассмотрению устранения ситуации, способствующих совершению коррупционных действий. Представители областного департамента по противодействию коррупции выступили за то, чтобы за правонарушения подчиненных привлекать к ответственности и первых руководителей. Сейчас рассматривается предложение о том, что в случае, если в отдельном государственном учреждении, государственном органе совершаются коррупционные правонарушения исполнительским звеном, то рассматривается вопрос и вносится вопрос о том, чтобы ответственность несли первые руководители. То есть вплоть до вопроса о освобождении от должности. Во время встречи государственным служащим продемонстрировали видеоролик, подготовленный департаментом, в котором конкретные люди рассказывали о своих ошибках и какую ответственность за это они понесли. По словам заместителя Акима Бескарагайского района, такие встречи проводятся в первую очередь для того, чтобы проинформировать госслужащих и не допустить коррупционных действий с их стороны. Борьба с коррупцией, она только начинается. Бескарагайский район не такой большой. В начале я видел в 2016-2017 годы ни одного коррупционного правонарушения. Прошу всех, каждого, не думайте, это коснется любого другого, но не меня. Во время заседания заместитель Акима района поручил рассмотреть вопрос о строго дисциплинарной ответственности директоров школ, которые были задержаны по факту коррупционного правонарушения, а также постоянно проводить разъяснительные встречи с подчиненными. В этом направлении уже сейчас проводится большая работа, говорят госслужащие. Живая встреча, которая прошла сегодня с представителями департамента и управления по противодействию коррупции, каждый раз получает что-то новое. После завершения заседания заместитель Акима и представители департамента национального бюро по противодействию коррупции провели личные встречи, на которых они ответили на поставленные вопросы и рассказали, как себя вести в той или иной ситуации. Бахатгуль Казес, Ельжа Макзумов, телеканал «Семей». К другим темам в «Семей» оглашен приговор в отношении водителя автокрана, сбившего двух школьниц на пешеходном переходе. Напомним, этот инцидент произошел в апреле этого года на улице Коржаубай-Улы. Одна из девочек выжила, вторая скончалась от многочисленных травм в больнице. Сегодня суд номер два города «Семей» вынес подсудимому приговор, с которым родные погибшей школьницы остались не согласны. В апреле этого года город потрясло ДТП с участием двух девочек. Ученицы третьей средней школы возвращались домой и переходили автодорогу по улице Коржаубай-Улы. В этот момент прямо на пешеходном переходе девочек сбил грузовой автокран. Пострадавших экстренно госпитализировали, однако спасти одну из них, 13-летнюю Мульдур, врачам не удалось. Известно, что водитель грузового транспорта 1969 года рождения. Работает в акционерном обществе КИГУК. Сегодня, спустя два с лишним месяца, состоялся окончательный судебный процесс по данному факту. Перед оглашением приговора подсудимому дали последнее слово. Я признаю свою вину. Прошу прощения, конечно, несовершеннолетних пешеходов. В полусе признаю свою вину. И чисто серьезно признаю. Проскариваюсь. И прошу прощения, ураться не хватит. После совещания суд вынес окончательный вердикт. Суд руководствует требованиями ст. 178, 387-390, 393, 395-398, 401-402 ПК Республики Казахстан. Суд приговорил Алимову Хайрата признать вину на совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 345-й части 3-й уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначен над основанием данной статьи наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с решением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждении уголовного исполнительной системы минимальной безопасности. Родные погибшей девочки остались неудовлетворены решением суда. Прокурор, я не помню, как ее фамилия, она у подсудимого выискивала только положительные качества. Она начала допрос с того, что сколько он имеет детей, воспитывает несовершеннолетних, а то, что этот человек убил моего ребенка, превысил скорость и даже не остановился. Он остановился... После как сбил? Сбил и остановился за 70 метров от места происшествия. Под камерами остановился. Он, вот этот подсудимый, он своими первыми показаниями хотел вести заблуждение следствия. Он сказал, что якобы стоял автобус на пешеходном переходе, и дети выбежали из-за него, и он не увидел. Свидетель это все опроверг, сказал, что он ехал по второй полосе, ехал все свободно, никаких препятствий не было. В нашем государстве высшей ценностью является человек и его жизнь согласно Конституции нашей республики. Поэтому я считаю, что жизнь, так как это ценность, и по приговору суда за эту жизнь дают 2,6 года, хотя и нет режима такого, то не знаю, как это можно за ребенка, которому 13 лет, он только начал жить. Эта девочка не видела ничего, кроме школы. По словам прокурора, при определении меры наказания учитывалось отсутствие у подсудимого отягчающих обстоятельств и наличие смягчающих. Тем не менее, родные заявили о намерении подать апелляцию, чтобы добиться пересмотрения дела. Сауля Байгалиева, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей». Семячанам рассказали, как осуществляются их пенсионные взносы, а также разъяснили способы получения информации о состоянии своих накоплений. В филиале ЕНФ организовали день открытых дверей. На сегодняшний день в ЕНФ аккумулировано более 10 миллионов индивидуальных пенсионных счетов. Узнать подробно о том, каково состояние пенсионных накоплений и каким способом можно получать информацию о своих индивидуальных пенсионных счетах, вкладчики смогли во время дня открытых дверей. Он был организован во всех отделениях ЕНФ, в том числе и в семейском отделении. На 1 мая 2018 года количество договоров за счет обязательных пенсионных взносов составило 9 миллионов 642 тысячи. Договоров за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов на 1 мая 2018 года составило более 452 тысячи. И договоров за счет добровольных пенсионных взносов составило более 38 тысячи. Самые часто задаваемые вопросы вкладчиков – это состояние их индивидуальных счетов, каким образом можно отслеживать накопления и на реализацию каких проектов они направлены. Я сегодня пришла с целью узнать, сколько денежных начислений сделано на моем счете. Сотрудники очень хорошо встретили, разъяснили и ответили на все вопросы. Специалисты фонда ответили на все вопросы вкладчиков и разъяснили, как в целом работает пенсионная система. Отметим, что дни открытых дверей Единый накопительный пенсионный фонд проводит с 2017 года ежеквартально. За этот период их участниками стали свыше 19 тысяч человек. Сауля Байгалиева, Ильжан Макзумов, телеканал «Семей». В «Семей» прошла традиционная спортикиада среди государственных служащих. Спортивное состязание было организовано накануне их профессионального праздника. Чем отличились городские соревнования в этом году, смотрите в следующем видеоматериале. В этом году спортикиада, приуроченная ко дню государственного служащего, отличилась формой ее проведения. Помимо шести видов спорта – это футбол, легкая атлетика, гиря, армрестлинг, шахматы, шашки, перетягивание каната – включили еще одну программу. Семейную спорта-киаду, мама, папа, я – спортивная семья. Цель этой спорта-киады – привлечение государственных служащих к систематическим занятиям спорта. Именно пропаганда средних здоровых образов жизни, учитывая их режим работы, который заключается в основном в нахождении в рабочем кабинете. В спорта-киаде приняли участие 9 команд. Команда управления казначейства участвует в спортивные мероприятия несколько лет подряд. По словам госслужащих, постоянно участвуя в данном состязании, они приучили себя к систематическим занятиям спортом. Мы с радостью участвуем ежегодно, причем ежегодно, в спорта-киаде для госслужащих. В связи с тем, что у нас в основном сидячая работа, мы с удовольствием участвуем. Наша команда занимает всегда призовые места. Результаты спорта-киады засчитывались путем сложения очков по всем видам спорта. По итогам спорта-киады первое место заняла команда ОВД, на втором расположилась команда казначейства, ну а почетное третье место досталось команде, представляющей центр занятости. Поход кулька Зес, Мирей Жакманов, телеканал Семей. Таковы были новости на сегодняшний день, а мы с вами прощаемся. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин